Всем привет! Гороскоп на 12 октября 2021 года для всех знаков зодиак. Идёт первая фаза Луны. Как и вчера, Луна в знаке Козерога. Продолжается шестой лунный день, а с 14 часов 59 минут и до 15 часов 48 минут следующего дня, седьмой лунный день. Седьмой лунный день. В организме уже накоплено и закреплено достаточное количество энергии Луны, чтобы действовать активно и самостоятельно. Поэтому продолжайте свою деятельность, осуществляйте планы. Это время зрелости вашего организма. Вы сами почувствуете, как в вас зарождается уверенность в собственных силах. Многие люди в этот день становятся эмоционально восприимчивыми, тонко чувствующими. Не избегайте эмоционального контакта с окружающими, ведь вполне возможно, что в скором времени поддержка понадобится и вам. На всем протяжении седьмого лунного дня над нами давлеет мощь слова. Сегодня все слова обретают силу. Все сказанное вами притворяется в жизнь. Основная работа, которой следует сегодня заняться – работа над своей речью, со словом, с текстами. Чтобы не навлечь на себя неприятностей, следите за тем, что произносите. Ложь и сплетни обладают разрушительной силой. Избегайте их, если не хотите в будущем серьезно заболеть или столкнуться с опасностями. Не давайте пустых обещаний, не желайте никому зла и не заводите бесполезной болтовни, ведь любое сказанное зря слово может обернуться против вас. Уделите время работе со своей речью. Попробуйте понаблюдать за тем, как вы говорите. Избавиться от слов-паразитов. Научиться говорить по существу. Разрушительные действия опасны и непозволительны. Нельзя делать ничего, что приводит к нарушению целостности вещей. Ломать мебель, бить посуду, рвать книги и так далее. Особенное внимание уделите бумагам, записям и печатным изданиям. Можно заняться архивами или начать писать книгу. Всем деятелям слова сегодня сопутствует большая удача. День будет удачен для честных и активных людей. Важно оставаться организованным и собранным, привести свой ум в порядок. Можете сделать себе приятный подарок, купить что-то, о чем давно мечтали, что хотели приобрести. Для новых покупок день вполне удачен. Ваше приобретение принесет вам радость, спокойствие и удовлетворение. Здоровье и питание. Сегодня фактически все вам будет удаваться. День можно провести в расслабленном состоянии или за домашней работой. Можно сходить в спортзал, заниматься спортом. Не противопоказаны любые физические нагрузки. Организм силен. Человек чувствует себя уверенно, поэтому ему с легкостью дается любая работа. Также вы можете самостоятельно составить сегодняшнее меню. День подходит как для очистки организма, разгрузочного дня или голодания, так и для небольшого застолья с умеренным употреблением алкоголя. Сегодня уязвимы легкие, поэтому можно простудиться. Однако любые болезни, начавшиеся сегодня, легко излечимы. Полезно провести очистку внутренних органов. Укрепить иммунитет. Приготовить лекарственные препараты. Для хирургических операций день также благоприятен. Не рекомендуется стричь волосы и удалять зубы. Любовь и отношения. Общение с окружающими принесет вам радость. Именно сегодня можно прочувствовать все тонкости человеческих взаимоотношений. Найти общий язык с кем-то, кому стеснялись или боялись подходить. День удачен для контакта с начальством. Все накопившиеся вопросы будут с успехом разрешены. Если вы сами начальник, то не забывайте хвалить своих сотрудников. Вообще, добрые слова и похвала сегодня имеют огромную силу. Люди становятся чуткими и восприимчивыми к теплым словам. Но не пытайтесь льстить или лукавить. Также избегайте конфликтов и выяснения отношений. Ведь в порыве злости так просто произнести страшные слова, пожелать человеку самого худшего. А потом пожалеть об этом. Помните, что слово не воробей, поэтому контролируйте свои негативные эмоции и не поддавайтесь на провокации. Работа и творчество Поэты, писатели, журналисты, сегодня ваш день. Все, кто работает со словом, обретут удачу, поймают вдохновение. Такой же удачей обернется день для студентов, если сегодня им выпадет сдавать экзамены. Благотворен день и для научных сотрудников, и их изысканий. Бизнесменам следует действовать с осторожностью. Можно решать финансовые вопросы, но не очень важные. Все крупные дела, в том числе операции с недвижимостью, лучше перенести. Полезно отстаивать свое мнение и бороться за справедливость. Коммуникации с чиновниками будут удачные. Можно попробовать поискать новых партнеров. Ведь сегодня люди как никогда готовы к общению и сотрудничеству. Маги слова могут использовать рекламщики и ораторы. В седьмой лунный день убедить в чем-либо большую группу людей не составит большого труда. Сад, огород Седьмой лунный день в целом благоприятен, в том числе и для садоводства. Соки растений стремятся от корня к верхушкам. Что ведет к накоплению силы и усиленному росту. В этот период садят и собирают урожай культур, у которых съедобной является наземная часть. Тем не менее, этот лунный день хорош и для сбора корнеплодов. На растущей луне растения способны больше впитывать влаги. Поэтому в этот период рекомендуют обильный полив. Вследствие активного роста и интенсивного накопления полезных веществ, В эту пору рекомендуют проводить подкормку, прививку, черенковку, пересадку и посадку культур. Помимо этого, можно обрабатывать землю, собирать семена. Не рекомендуется обрезать деревья и пикировать растения, когда луна находится в водолее. Нежелательно в этот период убирать листья и ботву. Если вы готовите участок перед посадкой, будьте осторожны. Инструментом можно повредить новую поросль и корни, что может привести к их заболеванию. Кроме того, в седьмой лунный день, как, впрочем, всю растущую луну, хорошо делать заготовки на зиму, не подвергающиеся термической обработке. К ним относятся засолка и квашенье. Чтобы не пропускать ежедневные гороскопы, обязательно подписывайтесь на канал. Желаю всем удачного и благоприятного во всех отношениях дня. Ставьте лайки, пишите комментарии и будьте здоровы! Ваш Полар Волф